МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Где родился, там и пригодился. Молодые фермеры готовы развивать сельское хозяйство. Индустриальные перспективы. В Новочебоксарске строится новый завод по производству перекиси водорода. Чувашские переливы. Лучший гармонист республики живет в Канажском районе. Воскресенье в России отмечают День машиностроителя. Это ключевая отрасль и основа промышленного потенциала Чувашской республики. Доля комплекса в обрабатывающем производстве за 8 месяцев составила почти 30%. Профессиональный праздник отметили в ДК агрегатного завода. Благодаря научно-исследовательским и конструкторским работам в концерне тракторные заводы реализуются несколько инвестиционных проектов. На промтрактор в Агоне в Канаше благодаря партнерам реализуются контракты на выпуск более тысячи вагонов. Кроме того, в других подразделениях концерна осваивается серийное производство крупного литья для инновационных моделей. Ряда гусеничных тракторов массой до 110 тонн. Очевидно, когда хорошо себя чувствуют очень крупные предприятия, легче живется и многим-многим другим сегментами, секторам экономики и социальной сферы. Мы очень активно работаем с руководством предприятия над реализацией очень важных крупных проектов, которые должны вдохнуть дополнительный импульс. Поздравили машиностроителей и депутат Государственной Дома Анатолий Аксаков и министр промышленности и энергетики Чуваш Евгений Герасимов. На торжественном собрании вручили ведомственные и республиканские награды. Ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной, однако продолжает расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмонией. Надо ли снимать поэтапно ограничения и насколько важно сохранить действующие меры безопасности? Обсудили сегодня на заседании оперативного штаба. На сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен единице. Суточный темп прироста заболевших – 0,3%. С начала учебного года образовательный процесс приостановлен в 10 классах. Из них два в кадетском корпусе, четыре в городе АлатР, три в Новочебоксарске и один класс в Кугетях. Также на этой неделе зарегистрирован случай COVID в специализированном доме ребенка «Малютка». Было проведено очередное плановое обследование работников на коронавирус и выявлено два случая с положительным результатом. В учреждении проведена заключительная дезинфекция, усилен дезинфекционный режим, прекращено перемещение воспитанников и прием новых детей и запланировано обследование контактов в соответствии с требованиями санитарных правил. Вновь был поднят вопрос об открытии игровых центров, но все же глава Чувашии решил не спешить с этим вопросом. Я предлагаю еще недельку как минимум пока подождать, давайте мы посмотрим ситуацию. Мы на самом деле, находясь в стабильной ситуации, находимся под риском того, что в любой момент ситуация может развернуться в сторону увеличения. В качестве примера вновь Москва. Там уже рекомендовано рассмотреть возможность дистанционной работы тем организациям, где это возможно. Так что профилактическую работу никто не отменял. Регулярное соблюдение санитарно-эпидемиологических мер поможет сохранить стабильную ситуацию, считают члены Оперштаба. Жестче надо контролировать иммиграционный вопрос. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии новый военный комиссар. Приказом министра обороны Российской Федерации на этот пост назначен полковник Бахтийор Холиков. Военкома главе республики представил его предшественник, полковник Александр Макрушин. В стороны обсудили приоритетное направление взаимодействия, в том числе вопросы мобилизационной подготовки, призывы граждан на военную службу. Военно-патриотическое воспитание стало еще одной темой разговора. Олег Николаев поблагодарил полковника Александра Макрушина за многолетнюю плодотворную работу. Напомним, под его руководством военный комиссариат Чувашии два года подряд занимал первое место среди военных комиссариатов второго разряда Центрального военного округа. За высокие показатели при подготовке граждан к военной службе, организацию и проведение призыва. Бахтийор Холиков уже приступил к своим обязанностям. В Чувашии строится пока единственный в стране завод по производству перекиси водорода антрохиноновым методом. Фундамент заложили еще весной. Тогда, напомним, глава республики выступил с инициативой сделать Новочебоксарск территорией опережающего социально-экономического развития. В планах открыть не один десяток современных производств. По мнению экспертов, благодаря новым технологиям отечественная химическая промышленность выйдет на другой, более перспективный уровень развития. Новый завод разместится на технологической площадке «Химпрома» в Новочебоксарске. Общий объем инвестиций – более 5 миллиардов рублей. Завод полностью закроет потребность страны в перекиси водорода, обеспечив сырьем, целевозную бумажную промышленность, медицину, косметологию и даже космическую отрасль. На этой площадке реализуется высокотехнологичный проект, на самом деле уникальный в рамках, наверное, не то же Чуваши, а Российской Федерации. Проект по производству перекиси водорода антрохиноновым способом. 250 тонн в сутки, но для понимания это будет 6-7 железнодорожных цистент ежедневно заполняться, ежесуточно заполняться и отправляться потребителю. Годовой объем – 50 тысяч тонн, но в 100% измерении. При строительстве применяются уникальные современные технологии. Новые подходы, такие как своедовильная машина, позволяют задавливать свои со скоростью 5 метров в минуту, без нагрузки на грунт и прилегающие сооружения. Через два года здесь будут стоять корпуса, будет смонтировано оборудование, начнут подаваться рабочие растворы и выпускаться первый продукт. Продукт уникальный, повторюсь, в плане технологии, что он получается по большому счету из воздуха, который будет браться компрессорами воздушными, и из водорода. Водород будет вырабатываться из природного газа. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. И это далеко не единственный промышленный объект, который усилит экономический потенциал республики. Предусматривается создание более 20 новых производств. При своем статусе ТСР города Новочебоксарска позволит создать не менее тысячи новых рабочих мест, привлечь не менее 10 миллиардов рублей инвестиций и создать новые виды деятельности. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика. Сначала понять, что нужно людям, а потом решать, какими способами это реализовать. Такой принцип должен стать основным в сфере благоустройства различных пространств и территорий. Делегация правительства Чувашии побывала в Казани. Столица Татарстана стала лидером в стране по созданию комфортной городской среды. Идеи, принципы, подходы обсуждались на совещании в Доме правительства. У каждого города свое лицо. Трудно спутать Казань с Нижним Новгородом, а Самару с Саратовым. Неповторимый облик населенному пункту создают архитекторы, дизайнеры, специалисты по природному ландшафту. Столицы Татарстана, к примеру, в последнее время активно занялись обустройством паркового пространства. Советник президента Татарстана Наталья Фишман, которая участвовала в проекте реконструкции знаменитого парка Горького в Москве, собрала в Казани архитекторов, проектировщиков и строителей вместе, чтобы выстроить единый подход к созданию комфортной городской среды. Теперь у соседей есть единая структура, которая управляет парками по всей республике. Она же осуществляет и авторский надзор. Мы изучили опыт Татарстана, который в этом направлении достаточно интересно двигается. При этом двигается комплексно. То есть, с одной стороны, это новые видения. С другой стороны, это стандартизированные такие типовые решения, которые затем могут применяться в разных населенных пунктах. Это малые города, где населенные пункты. Третье – это как раз реализация этих проектов. Общая интересная тема – благоустройство малых рек и ближайших территорий. Коллеги готовы оказать практическую и теоретическую помощь в этом вопросе. У них уже есть опыт создания благоустроенных общественных пешеходных пространств вдоль городских рек. Все проекты, которые увидели специалисты в Казани, основаны на сохранении природного баланса. Готовые решения можно смело применять и в других регионах. Инструменты увеличения, они должны быть. И чем больше будет вовлекать, максимально широкие общественности, эксперты, жители, специалисты. Не важно, они могут быть разные люди. Это, с одной стороны, улучшит результаты, а во-вторых, даст информационную составляющую вокруг этих проектов. И самое главное, будет в итоге все больше и больше людей в этот процесс привлекать. Жители столицы Чувашии, кстати, весьма активно участвуют в обсуждении проектов благоустройства. Их предложения учитывают специалисты. Так, новый облик приобрели парк Дорис и сквер имени Максима Горького. Работа в этом направлении будет обязательно продолжена. Руководитель региона также добавил, что сейчас требуется доработка градостроительной концепции как для города Чебоксары, так и для населенных пунктов всей республики. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Выйти на новый уровень авиасообщения и обслуживания пассажиров – такова ключевая задача масштабной реконструкции аэропорта столицы республики. Он давно исчерпал свой ресурс. И вот, наконец, некоторые итоги после многолетних обсуждений. Напомним, реконструкция аэровокзала признана приоритетным инвестпроектом. На его реализацию требуется немалая сумма – около 450 миллионов рублей. Проект уже получил поддержку аналитического центра при правительстве страны. Мы обратились с заявкой в департамент государственной политики в области гражданской авиации, чтобы мы приняли участие в комплексной программе модернизации и расширения магистральных маршрутов до периода 2024 года. На сегодняшний день мы подготовили техническое задание, провели конкурс для того, чтобы в дальнейшем определить, кто будет выполнять работы по предпроектным работам. Если сегодня Чебоксарский аэропорт может принимать не более двух самолетов, то после реконструкции площадь и характеристики перона позволят принимать до восьми воздушных судов. Будет и новый аэровокзал. Соответственно, вырастет и число рабочих мест. Озвучены цифры более двухсот новых. Расширится география полетов. Есть большие потребности в авиасообщениях с Краснодаром, Минеральными водами, Екатеринбургом, Новым Уренгоем и другими городами. В этом случае речь идет и об интересах граждан и о развитии экономики. Безусловно, появится потребность в новых авиаперевозчиках. Как только правительство получит положительное заключение, работа начнется. При этом на время строительно-монтажных работ аэропорт свою деятельность не остановит. В период осуществления аэропортовой деятельности проходить реконструкцию – это сложность. Это будет непросто. То есть это будет с захватками. Одну часть здания ремонтируется, по-другому обслуживаем пассажиров. Потом вторая часть, третья и так далее. Четыре проекта заложены. В полную силу аэропорт заработает до конца 2022 года. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. В поле вместо офиса многие считают, что фермерство – удел пожилых. Молодые выбирают профессии престижные, умственные. Денис Авакумов доказывает обратное на личном примере. Раньше на этом месте был овраг, заросший бурьяном. Теперь здесь ухоженный коровник. Его Денис построил на грантовые средства. Он победил в конкурсе «Ментельхоза Чувашия». Идею создать семейную ферму с помощью государства парню подсказал отец. Он еще в молодости сам мечтал о таком бизнесе. Но тогда такой поддержки не было. Сыну повезло. Для них есть работа. Вот, пожалуйста, можно с ними работать. Они, молодежь, аккуратные, они дисциплинированные. С ними можно работать. Они любят свою работу. Хозяйство, они любят сельское хозяйство, они любят. Вообще, ребята молодцы. Дело, начатое три года назад, Денис ведет с толком. В его распоряжении 150 гектаров земли. Из них 70 отданы на многолетние травы. 40 – подзерновые. Постепенно растет поголовье скота. Сейчас в хозяйстве около 80 коров. Сейчас стремимся. На следующий год участвую в конкурсе «Семейная животноводческая ферма». И хотим просто в дальнейшем тоже увеличить поголовье крупнорогатого скота. В данное время, к зиме, сейчас мы закупили уже холодильник, молокопровод и навозоудаление. Несмотря на загруженность, Денис с удовольствием помогает односельчанам. Легко откликается на просьбы. В настоящее время у нас идет такая программа инициативного бюджетирования. В этом году у нас в Вараушах строится пруд. По этой программе Денис Александрович Абакумов принимает активное участие. Со своей техникой помог обустроить дорогу через этот пруд. В дальнейшем тоже думаем, что он нам поможет. В этом году гранты выдают на новых условиях. К примеру, фермеры могут потратить их не только на строительство помещения, но и на приобретение рыбопосадочного материала, автономных источников электрогаза и водоснабжения. Кроме того, максимальный размер гранта для начинающего фермера стал больше. Он вырос с 3 до 5 миллионов рублей. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Плохих песен не бывает. Бывают неумелые исполнители, уверен Александр Никаноров, лучший гармонист республики. Руководитель и аккомпаниатор сразу нескольких ансамблей победил в онлайн-фестивале «Чувашские переливы». Послушать мелодии в его исполнении в Канажский район отправилась наша съемочная группа. Между репетициями и уроками вышел на улицу и исполнил чувашский наигрыш. Участвовать в конкурсе Александр Никаноров и не планировал. Я лично сам не заинтересован был, у меня времени маловато, так как у меня очень много коллективов. Я не решался на этот конкурс участвовать, так что попросили и сделали мы запись. За короткое время отправили эту запись онлайн. Конкурс проходил дистанционно. Заявились более 80 мастеров гармонии со всей республики и даже из Мариэл. Ансамбли, частушечники исполняли чувашские мелодии. И по мнению жюри, выступление художественного руководителя Шебылгинского сельского дома культуры оказалось самым техничным и мелодичным, несмотря на простоту композиции. Как я в школе говорю, некоторые говорят, вот песня не нравится. Я всегда говорю, не песня не должна не нравиться, а то, что как исполняем мы и как она воспринимается. Самое главное. Вся мелодия очень хорошая. Просто нам надо научиться и играть его красиво и ладно. Александр Анатольевич учит музыки сельских школьников, руководит и аккомпанирует сразу в шести ансамблях. Вместе с женой, мастерицей народных костюмов и кукол, поет в семейном ансамбле «Таванлах». Тексты для исполнения пишет его мама. Ирина Волкова, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня Ростелеком отмечает день кампании. Это хороший повод подвести итоги полугодия. Как меняется провайдер и каким образом это отражается на его клиентах в нашем сюжете. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Еще несколько лет назад о быстром интернете учащиеся школы в селе Ишлее лишь мечтали. Приходилось довольствоваться скромными двумя мегабитами в секунду. На сегодняшний день у нас интернет находился всего лишь в одном кабинете, в кабинете информатики. К этому кабинету была огромная запись, потому что всем хотелось работать в интернете, получать информацию, взаимодействовать с другими школами. Высокоскоростной интернет в школе появился благодаря нацпрограмме «Цифровая экономика». Ростелеком в 2020 году построил оптику до 124 социально значимых учреждений, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, завершив второй этап проекта ранее планируемого срока. Помимо этого, в рамках программы устранения цифрового неравенства до конца года мы планируем подключить 21 населенный пункт. В период пандемии абоненты компании предпочитали пользоваться дистанционными сервисами. Проверить баланс, оплатить счет, поменять тариф можно, не выходя из дома. Еще не так давно здесь была достаточно большая толпа, которая думала, как оплатить свои услуги, а сейчас сами видите. Ну и в период карантина мы постарались максимально обезопасить наших клиентов и сделать отложенную возможность платежа. То есть клиентам не нужно было думать, когда и как им нужно оплатить, выйти из дома или оплатить дистанционно. Соответственно, клиенты сначала пользовались своими услугами, а уже потом оплачивали свой счет любым удобным способом. В период пандемии Ростелеком тесно сотрудничал с медучреждениями. Оператор развернул на подстанциях скорой помощи систему видеонаблюдения, которая помогает контролировать соблюдение санитарных норм. Данный опыт является для нас не первым. Мы всегда беремся за столь сложные, амбициозные проекты, как основной цифровой партнер государства. В 2020 году произошло еще одно важное для компании событие. Ростелеком начал принимать на обслуживание абонентов местного телеком-оператора Инфолинк, который с 1 ноября прекращает оказывать услуги связи. Вариантов перехода от одного оператора к другому несколько. Нужно принять договор о ферте, сделать это можно тремя путями. Достаточно оплатить любую сумму на лицевой счет, новый лицевой счет в компании Пава Ростелеком. Можно подписать догсоглашение, придя в офис компании Инфолинк, пока еще, либо подписать соглашение на сайте, сайт либо Ростелеком, либо компании Инфолинк. Один из приоритетов компании сегодня – повышение клиентского сервиса. В этот процесс вовлечены все – от работников до руководства филиала. Мы стараемся работать над качеством своих услуг, делая упор именно на скорость реакции, на технический и клиентский сервис. Но отдаемся отчет, что мы представлены в республике практически во всех населенных пунктах, масштабы немалые. И если у клиентов где-то возникает ощущение, что мы работаем не должным образом, не соответствуем заявленным, декларируемым ценностям, есть возможность напрямую, в том числе мне, дать обратную связь, и я уж тут реагирую оперативно. День компании хорош не только для подведения итогов, но и для планов на будущее. За минувший год Ростелеком сделал многое для того, чтобы понять и решить проблемы абонента. Впереди новые предложения, услуги и приятные сюрпризы для клиентов.